Вчера заправки подняли цены на бензин и дизельное топливо до нового рекордного уровня. Водители в шоке от того, что 95-й бензин сейчас стоит примерно 1,54 евро. И это при том, что с момента предыдущих рекордных цен прошло всего неделя. Уже с лета счета за электроэнергию поднимаются на новые заоблачные высоты. Цены на газ зашкаливают. Так что же, эпоха сравнительно дешевой энергии заканчивается? Это и есть наш первый вопрос, который мы адресуем нашему сегодняшнему гостю, экономическому эксперту Райва Варе. Добрый вечер. Дешевого бензина и электроэнергии для нас больше не будет? Я думаю, что с бензином еще неизвестно. Но некоторое время не будет. Поскольку общий уровень энергетических цен настолько высок. И в первую очередь из-за высоких цен на газ, газ тянет за собой все другие энергетические входящие, в том числе и бензин, и дизель, и так далее. То есть, поскольку предполагается, что это будет продолжаться всю зиму, вплоть до начала весны, то это означает, что и другие цены будут выше, чем обычно. И вот тогда традиционный русский вопрос. Кто виноват? Погода, коронавирус? Кто? Я бы сказал, что все виноваты. Потому что это называется ситуацией идеального шторма. Одно неприятное и негативное наложилось на другое, и потом на третье. И все это кумулятивно, так сказать, вызвало вот этот подъем цен. И тут надо сказать, что еще чуть-чуть приложили руку и потребители, имеется в виду крупные потребители индустриального характера, которые не выкупили весь газ из-за того, что нужно было газ брать из-за климата, значит, и зимой, и летом. А потом оказалось, что хранилища пустели, а их к осени надо наполнять. И сегодняшнее наполнение хранилищ в Европе очень низко. А это тянет цены неимоверно вверх. Я просто скажу, как для сравнения. Есть такая методика, по которой рассчитывается сравнительный уровень цен на тонну сырой нефти, исходя из цены на газ. Так вот, сейчас на газовых хабах цена настолько высока, за тысячу уже зашкаливает за тысячу кубометров, это означает, что цена на нефть должна была бы быть 160 и больше. Долларов за баррель. А мы знаем, что она вдвое меньше. Так что есть еще, так сказать, дельта, которую может закрыть через некоторое время подъем цен, в том числе и на заправках. Ну вот по поводу электроэнергии. Есть энергия, утверждает, что это временные проблемы. И стоит ли ожидать нам снижения цен на электроэнергию? Да, безусловно. Потому что это связано с тем, что как только заработает у нас зима, зима такая ветреная, и я бы сказал, даже довольно теплая, и к тому же еще желательно дождливая, то тогда все будет прекрасно, потому что тогда ветряки, так сказать, обеспечат и наши, и наших соседних стран все наше потребление. Но будет ли такое зима, мы не знаем. Ну вот еще информация. Страны Балтии и ЕС пару лет назад подписали соглашение об отключении национальных энергетических систем от России и Белоруссии. Полный выход из энергетического кольца состоится к 2025 году. Не поднимет ли это цены еще выше? Опасность есть, но это зависит от того, будут ли в нашем распоряжении управляемые мощности для ситуации дефицита. Как я сказал, в принципе, это не проблема. Но проблема в том, что при определенном идеальном шторме это может стать проблемой. Нам нужны резервные мощности сохранить в какой-то степени. Для этого, чтобы этот переход не был настолько болезненный. Там может быть не только вопрос цены, но и вопрос обеспеченности вообще электричества. Ну а что делать простому потребителю в такое непростое время? Ну, честно говоря, потреблять меньше. Оптимизировать свое потребление в первую очередь. Потому что я думаю, что в ближайшее время других стратегий сложно использовать. И на них надеяться. Ну вот сейчас уголь и сланец снова в цене, что называется. А как насчет зеленого поворота? Так не хватает мощностей зеленых управляемых. Неуправляемых у нас уже много. А вот управляемых, которые тогда включаются, когда нужно, их у нас нет зеленых. В Эстонии вообще практически очень мало. В других странах тоже не особо, особенно в Европе. Это наша главная проблема. Мы позакрывали все управляемые мощности в Европе, работающие на фасильном топливе. А вот, так сказать, зеленых мощностей достаточной степени их заменяющих не создали. В общем, нужно готовиться к суровой зиме. Безусловно. Надеемся, что она будет не суровой. Спасибо за информацию. Успеха. Спасибо. Поскольку вопрос цен на электроносители один из ключевых, мы обязательно вернемся к этой теме, заручившись согласием нашего гостя, экономического эксперта Раева Вары. Еще раз прокомментировать нам ход важных для каждого событий.